Здравствуйте, мои дорогие зрители! Начинаем смотреть Мега Кассидом на карте Хилли Плато. У Сида, возможно, сокоматники его какое-то время хотя бы прикроют в самом начале игры. На центр уже, смотрите, нацелен Максимус 3Х. Артефакс другой команды, вот он, Бирюзовый, спрашивает. Дош! Это который Дош, нега? 1600. Артефакс 1400. Вот они вдвоём спрашивают. Мы будем пушить на центр-то? А на центр есть, ради чего пушить. Здесь, смотрите, какое большое количество реклейма. Сид, кстати, на задней позиции, нормально в воздухе, против него фиолет и... А, нейтрон, нейтрон неплохо. Подожди! Чуть было не забыли заставочку! Да! Ну нормально, обошлось, слава богу. Максимус 3Х. 3Х? Господи, это либо порно, либо это крутой каскадёр виндизель. В шубе. Я помню, в первом фильме 3Х, виндизель ходил там в шубе на голое тело. Дескать, он пимп. Такой самый крутой. Каулус тоже выходит вперёд. 1500 рейтинга. А у Максимуса 1200. Ммм, 1200. Послабее всё-таки, чем у Дошняга. Дошняга ещё и Эонщик. Эонщик он, то есть он может построить себе вижн. Ну, отапгрейдить, извините. Построить. И ещё и дальность стрельбы. Нормально, Сид спрашивает. Так, Аро. 24. Тоже 3Х, кстати, подожди. Здесь двое 3Х. Аро справа ещё 3Х. Можешь дать мне, говорит, инженер? А, дал, смотрите. Аро, кибрандец. Дал Сиду инженера. Сид просто Уэфовец. Ну, Уэф в командных играх, ну, хоро... Ну, не знаю, ребят. Ну, 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 не знаю. Поэтому правильно он делает то, что забирает себе хотя бы одного. Сайбрун инжиниринг. По ресурсам, смотрите, команды Сиды качают уже больше. То, что всплески иногда у правой команды больше, потому что они реклеймят. Они уже начали реклеймить. Бирюзовый первый начал забирать эти ценные сытные камушки. Максимус вдвоём. Смотрите, вдвоём они подходят немножко побыстрее слева. Дошнеггер запаздывает. Однако за ним выходит ещё третий. Мастер Тоуст. 1600. Фу. 1600 редика. Много. Много, много. У него, может быть, и поможет, их всё-таки будет трое. Да? А слева двое. Но, правда, слева двое подошли раньше. Поэтому артефаксы они могли, извините, накидать немножечко. Но немножечко они мне не накидывают, потому что нужно опять же реклеймить. Правильно? Ну, накидаете вы, допустим, видите, 2000 здоровья с него уже сняли. Окей, хорошо. Но что делать с этим? С этими 2000 здоровья. Они же отригели. Вот 3000 сняли. Окей, хорошо. Хотя, подождите, уже 4000 сняли. Окей, вот это уже хорошо. Правда, у Кауса тоже 6000 снято. Вот в чём она опасна. Ещё и синий подходит справа. Гартаур уже подходит. Блин, а снизу, снизу. Оро, 3х, 24. Очень поздновато. Поздновато левая команда реагирует. Ещё и розовый. Розовый идёт. Металлический брут. Идёт на помощь. Но поздновато. Два выстрела осталось. Всё. Пок. Сори, колюсь. Говорит Максимус. Максимус, ты дурак. Ты дурак. Ты должен был его боковать. Боки его. Надо было бокить его, а ты не бок... Сид пишет. Да он руинит. Руинит каждую игру. Этот, о, Ванючка. Правда, непонятно, кого он имеет в виду, Сид. Максимуса имеет в виду. Ага, он имеет в виду то, что Максимус не помог. Максимус уже задымился от таких оценок своего творчества. Своих мегатактик. Надо было блокировать его своим телом, умел Сиду. Ну, чтобы выстрелы шли в Максимуса. Пока отходит. Ну, ладно, Металлбруда зато сюда подошёл с заводом. Голубой тоже ставит Эдни пушку. Может быть, удастся ещё эту ситуацию хоть как-то восстановить. Например, Сид может забрать базу. Вот он уже забирает. Вот здесь что-то осталось. Инженер Исида подходит. Также Металлбруду тоже. Говорит, нет, я займу этот масс-экстрактор. Почему не Сиду? Пока неизвестно. Правая команда осваивает центр масс-экстрактора. Экстрактора уже забрали. Мастер Толст. Чё-то стоит. А чё не рекламит? А, вот-вот. Проснулся. Молодец. Если бы ты, Каулус, говорит, ужасно. Ужасно. Если бы ты использовал своего командира, чтобы блокировать выстрелы, я бы не помер. Вообще-то. Ну, не против троих же, говорит Максимус. Ну, оправдывается. Ну, не против же троих, а? Да, против троих. Говорит Каулус. Ну, да. Мог бы, мог бы. Но пока что. Справа голубой. Однако, хорошо забирать свой угол. И Сид даже сюда добрался. Ну, реклэйма здесь много. Сейчас он будет забирать своими инженеры. Сиду нужно всосать как можно больше массы. Правильно. Там, чтобы это все в лейтгейме блистать. Но для этого надо, чтобы не помирали его сокомандники. Понимаете, чтобы они не помирали. А они помирают. Мрут как мухи. Не очень, конечно, это сие. Но пока что у левой команды, команды Сида. Неплохо. Еще и забегание от розового металлбрута. Не смотришь, что 1400. Нормально. Правда, помер 1500 и Каулус. Самый ценный игрок команды Сида. Но вы знаете, опять же, если он так сливается сначала, да, он, конечно, бузит на Максимуса оранжевого, что, дескать, Максимус ему не помог. Но все равно, все равно, если Каулус сам так сливается с самого начала, может быть, он и не самый ценник-участник. Ценный участник этой команды. Ценник. Не самый ценник он. Ценники переклеивают, ребят. Вы знаете, я слышу всякие истории там в пятерочке. Ценники по скидке проходят. Один на кассе пробивают другую цену. Ты начинаешь бузить, а мы не переклеили. Нет, по закону вы обязаны. А и, 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 так сказать, идите в сраку. Нет, а может быть удар под их? И так далее. Артефакт здесь строит. Ой, тактички строит. Вот эти тактички начнут кидать. Соответственно, извините, тактички. Вот на этот масс-экстрактор, когда Сид уже начал обрейдить. На этот. Ну, не то, что начал. Ладно, они на паузе. Но он сейчас их прокликает. В общем, ресурсы туда уйдут. Да, ресурсы уйдут. Тактички, соответственно. Но я не уверен, что левые построят вовремя ПРО в достаточных количествах. Усидая ситуация, как обычно, не очень. Ну что, давайте посмотрим его вижен. Как он вообще думает? Обратите внимание, что ресурсов-то он не качает. Нормально. А, ладно, как, наверное, нравится. 150 против 200. Поменьше. Поменьше. Вот ставятся отметки. Куча отметок, кстати, на тактичке. Говорит, убей. Убей. Оранжевый ты. А, убил. Оранжевый ты фокусил тактичку. Правильно сделал. Молодец. Максимус 3x-а-то все-таки не подсливает игру полностью. Все-таки, если он ее сливает, то хотя бы через ситечко, чтобы мякоть оставалась, так сказать, самая полезная. А вот это большие-большие уже войска идут от синего Гартавра. Чем отбиваться? У голубого здесь. Да ничем. Ничем. Радар еле-еле строится. Еще и красный пошел атаку. Это Дошнеггер. Да. Он сделал себе дальность стрельбы. Стреляет на огромном сцене ПРО. Главное ему сбить. Если он ПРО собьет и ПРО не сбивает бирюзовые. Оранжевый вынужден оставить эту позицию. Господи. Здесь идет. И еще и здесь идет. Да что ты будешь делать? Один Мантис строится в этом заводе. Вот он выйдет. Один Мантис. Да и смысл. Сразу же он будет погребен под кучей стежков этой кибранской артиллерии. Нет, извините. Серовпимской артиллерии. По! Да. Ой, какое большое количество артиллерии-то. О. Ну, если было большое количество Мантисов маневрирующих, конечно, они бы убили. А вот они. Вот они. Это Мантисы. Но небольшое количество. Всего 6 штучечек. Рыжий. Как там? Рыжий. Ну ты хотя бы как-то отбивайся, а? Сразу вспоминается рыжая Брайс Даллас Хауард. Симпатичная девушка. Да. Но опять же, опять же, ребят. Когда худеет к съемкам фильмов. Вот когда между фильмами она, видимо, несколько предпочитает другой лайфстайл. А к фильмам она, видимо, специально худеет. И то не ко всем. Но ничего. Симпатичный. Еще из рыжих есть Айла Фишер. Тоже ничего. Брайс Даллас Хауард мне как-то больше нравится. Хотя, вот, есть один нюанс про нее, который я уже описал. Ну что же, Синий здесь очень большой, очень большой форс. Давайте опять виджер от Сида посмотрим. Я не понимаю, в чем дело-то? В чем дело вообще? Сида, что, ты не видишь, что ли? Ну, они должны видеть, что большая армия идет. Рассчитывать на Т, а не пушку на эту, я думаю, не приходится абсолютно. Масса вся не тратится у голубого. Так, как я слышал какой-то звук. Руинера! Сит уже ставит сраные руинер! Проклятый руинер! Имеется то, кто портит игры. Сид сам вынужден подойти. Говорит, не-е-е-е-е! Проклятые руинеры! Приходится мне все делать! И ведь, действительно, все приходится ему делать, как мы видим. Интересно, кстати, ребят, кто знает, что он вот это, я только сейчас заметил артефакса, смотрите, он вроде как бы кебранец, но почему-то розовая отметка на него Ну, это значит, у нейтрона здесь какие-то сложные позиции. Смотрите, высылают ропшип с инженерами, чтобы пособирать весь реклейм вражеский. Ну, и свой. Не сказать, чтобы здесь прям были огромные кучи реклейма. Блин, сейчас потеряют. А, нет, не сит. Это голубого ШТ-1 штурмовик. Ага. Он просто вышел. Он просто вышел. Он просто вышел из игры. Аро голубой Дэм Руинер говорил про него сюда. Это ненормально говорить. Но это контрл-кей. Просто выходит, оставляя шар энергии. И мы сейчас вошли в шар энергии. Блин, да, Сида подводит со всех сторон. Хотя Т-3 воздуха у него достаточно. То есть он свою роль там выполнил. Но другие Дэм Руинерс опять мешают ему. Дош Неггер, а Т-1 боберов. Куча против вражеского спама. То есть спам вам сейчас, ну, я имею ввиду большими количествами Т-1. Вот как бы самых простых юнитов. Нет, биться уже получается. Ну, мало ли. Хотя Сид решает этот вопрос, смотрите. Всего два истребителя высылает. Мне уже побольше. Ладно, не всего два. У оранжевого спама довольно много. Т-1 бомберы до Шнеггера. Шварцнеггера ему не помогут. Оранжевый зашивается здесь. Сидки использует. Максимус 3ХА. Хотя и Сид на него бузил. Но сейчас только лишь как раз таки он. Чему Сид, наверное, не очень рад. Только он и удерживает врагов от нападения на Сид. О, Сид строит Т-3 штурмовиков кибранских. Окей. Окей. Справа, однако, возможно, будет еще одна попытка. Нет, смотрите. Синий пока перегруппировался. Гартаур строит Т-2 у Таушал. Видимо, решает этот угол себе забрать. Пока что его освоить под экономикс. У Сида здесь радарчик. Ну, сейчас, возможно, этот инженер его и подзаберет. Но кто быстрее среагирует, отреагирует. Господи, там воздушная битва идет. Сид навознамерился, что ли, слить истребителей себе? Зачем? I don't know. Остаются красные еще, видите, следы у истребителей, которые кибранские. Хотя, погоди, он что, кибранский, что ли, строит? А, да, Сид же забрал себе, помните, кибранские технологии. Сам-то он уэфовец. А кибранский-то забрал. Для воздуха. Молодец. А зачем он тогда сам за уэф играл? Почему сразу за кибрань не играл? Чтобы реважеры строить, что ли? Вот это мне неведомо. Ну, не в мавражу он пойдет, откровенно говоря. Так, вот пошла она атака по центру. Т-2, гоплиты есть. Следы недалеко. И довольно-таки больно. Анти-эр, главное, есть Т-2. То есть штурмовики Сида Т-3, которые вот он здесь отбивается. На фронталке не так и много там эффекта возымеют. Слева по левому флангу атакует еще спам. Но Т-2 есть пилястры у розового. Хотя бы что-то. Метал-бруто более-менее отбивается. Слева много реклэма там у него остается. Штурмовик и анти-эрм обладает, кстати. Видите? Нейтроновские истребители к нему полетели. Он может хоть... Да ладно, хотел сказать, хоть какой-то дэмэдж сделает. Но действительно, это хоть какой-то дэмэдж. Это все-таки не эонские мотыльки, которые могут, ну, не на равных посражаться с этой истребителями. Но хотя бы как-то теряет сеть штурмовика. Здесь теряет и разведчика. Играет грустная классическая виолончельная музыка. Такая... Да, илшавохи подходят уже. Ну, с илшавохами. Синий, видимо, ждал как раз-таки прихода Т-2 технологии, чтобы новую атаку здесь намутить. И истребители нейтрона также пролетают здесь в воздушном пространстве Сида. Сид внизу смотрит на небо. Солнце слепит ему глаза. Он говорит, хос, боже. Разлетались тут мазафаки бич. Строит одного Т-3 истребителя. О, ладно, здесь у него еще есть. Что по воздушным лимитам? Господи, у левой команды 9. У Сида 9. 11 уже, а у нейтрона 20. Да, проблематика. Проблематичные сейчас отношения будут с этой игрой у Сида и его команды. Осаждают ракетницами. Ну, вообще, осада ракетницами не очень-то сильна, не очень злобна. По идее. Почему? Потому что, ну, очень легко отбиться. Буквально две ПРО поставить. Все, эти ракеты ничего не смогут сделать. Но ПРО здесь нет. Одна есть. Максимус уходит Т-3. Может быть, хотя бы реводжеров понатыкает, чтобы и тот, и различные колоссы не смогли ли в легкую подойти. А если не подойдут, то оставят реклейм, что даст команде Сида левым возможность перегруппироваться, использовать эти ресурсы себе во благо. Кончают они 300. Верхний 520. Ммм, но побольше, да? Немножечко побольше. Правда, если так будет сливать Илшавохов, они, господи, Т-2 пушки попадают, да не туда. Они все стрейфятся, что ли? Или так мало урона делают? Столько выстрелов попадали в этих Илшавохов. Жесть! Что же делать? Металл Бруто пытается здесь держать этот уголок. Мне кажется, лучше было бы, наверное, использовать ему рельеф, отойти под пушку. Ну, вот здесь одна пушка есть. И все-таки что-то сделать, соответственно. Ну, понастрелять по вот этим гоплитам. Я думаю, что отбились бы пушки, еще щит здесь поставить. Но нет, он решает все-таки там походить, погулять. Для чего? Ну, не совсем, я знаю, честно говоря, не совсем. Он, видимо, рассчитывает по уничтожать здесь противника, да? Забрать, может быть, пушки. Ну, то есть, мнить себя видным деятелем на левом фланге. Да, конечно, деятелем здесь видны сейчас, это правда. Гоплитов он позабирает, но важно же еще и реклэйм забрать. Ага, вот он сам выходит со щитом в 19 тысяч. Конечно, может быть, в этой фланге что-то и получится. Ситуация на правом пока что более-менее стабилизировалась. Даже Максимус 3Х помогает. Жалко, что АРО вышел. АРО, он нажал Ctrl-K, да? Но он мог бы базу отдать. Хотя бы командиром бы погулять. Базу, во-первых, не надо было бы заново строить, да? Она бы сразу качала. И командиром погулять, поубивать. Тетчебамба. Здравствуйте, Тетчебамба. Здравствуйте. Сейчас он будет, походу, бомбить. Уже 8 киллсов у него есть, но опасно. Куча истребителей здесь. Вылетает немного левее. Лечу левее. Ой. Что-то с камеры. Вот он полетел. Смотрите, куда же, куда же бомб будет направлено. Может быть, даже удастся позабирать огромное количество спама. Ну-ка. На лоялистов. Нет. Мимо пролетает. Есть, видимо, более ценные цели для него. Правда, потеряет здоровье. В него флагами разрывными стоят. Видите, разрывные снаряды. Хотя бы бомбу-то выкинувай. Бомбу выкинувай. Розовый тем временем использует аварчаржи. Сид никак не походя 9 кисок. Слушай, что-то куда-то кинул он. Кинул, но, если честно, это было не видно. Розовый здесь, может быть, сейчас даже начнет менять ситуацию в свою пользу. Правый флаг стабилизирует. Сид даже туда вышел. Не знаю, не ошибка ли это. Сид, да. Может быть, надо было выходить как раз-таки сюда. Консолидированным ударом по розовому. Ой-ой-ой. Истребитель. Ой, бомбер сдох. Ой, сдох. Да, это было видно. Жалко, что сдох бомбер, а. Неаккуратные, неаккуратные были движения. И, вы знаете, мне кажется, Сид потеряет даже этих Т3 истребителей. Че по пометкам? Ты, рыжий, выстав масс, делай уже Т3 мехи, делай. Я, видимо, я думаю, вот это Ке. Это, наверное, Сид хотят написать Мейк. Но пальцы у него тряслись уже. И он, так сказать, нервничает. Да, я так предлагаю, что если до тремора в пальцах дошло, то Сиду эта игра не очень нравится. Тут еще вот артиллерия. Это два танки пилястры. Они вдали от своего основного кулака. И, конечно, синий отряд может легко здесь все позабирать. Не атакует Сид одновременно всем. А у синего как раз-таки одновременно все в одной кучке, понимаете, стреляет по вот этим танкам, которые по одному рычагу атакуют. Атакуют. Но не очень. Но не очень здесь еще и строится царек. А с воздуха нечем сбивать Сид. Ой. Не то нажал. Сид. Сид не знает. Абсолютно никакой разведки. Возможно, это станет его демайз. Его концом. Слил он спам справа. Абсинева хотя мог бы розово повышать. Представляете, как было бы хорошо, если бы сейчас у Метал Бруто реклеймит, который здесь довольно сытный, сытный. А остовы лежат. Вон еще 355. Адот Лейлиста, видимо. Если бы Сид был здесь, как бы они сейчас могли позабирать еще Лейлистов. Еще больше. Разведка Нейтрона летает свободно над Airspace серого игрока. Сидап. Нейтрончик фиолетовый свободно там. Все, что угодно делает. Ему все равно. Сид строит истребитель. И гуляет. Но пока ничего от него не видно. Но он понимает, что истребители нужны. Конечно. Может быть, даже и про царя знает. Еще раз посмотрим. Да. Вот сейчас ставится ответка. Только сейчас. Увидели. Видите? Разведчик падает. Пук. Упал. Интересно, нанес ли он урон царю. Может быть, кстати, да. Потому что под него он там вынужден был упасть. Может быть, какое-то падение. Чуть-чуть. То есть, царь, когда взлетит доделанный, он уже будет не с полным здоровьем. Ну, там чутка совсем строит себе телепорт Нейтрон. Вы знаете, если это будет телепорт от Нейтрона и вынесет Сида одним телепортом, будет плохо. Но если он телепортнется и умрет от Сида, вот это будет хорошо. Воздушный игрок справа фиолетовый помирает. Допустим, по своей... Из-за своего мува недальновидного, недостаточно рассчитанного. Или просто, просто так получилось. Может, он все рассчитал, но просто не повезло. Лазер бывает вовремя, не начинает стрелять. Такое тоже бывает. И будет, соответственно, развитие этой игры пойдет в другом русле. Ммм, а что делать с царем, правда? Я думаю, Сид придумает, что делать. Реведжер уже встал, да? Вот он, Реведжер. Девять киллсов у него. Бирюзов просто так не подойдет. Металбруто продолжает гулять. 53 убийства. Почти полное ветеранство. Сейчас получит еще и более полное, наверное, при убийстве этого лейлиста. Лейлист вовремя отходит. Металбруто какое-то почернел. Видите, видимо, обуглился. Настолько пригорел он от всей игры. Слева вновь пытается пройти по флангам. Ну, по флангам хорошо пройдет. Здесь масса экстрактора заберет. Проблема в том, что, дойдя довольно-таки глубоко сюда, вот до этого масса экстрактора, потом до этого он окажется в окружении вражеских юнитов. Соответственно, ему будет плохо. Вот, смотри, снайпер. Два красных снайпера сверху. 13 тысяч. 11 800 уже от щита. Не телепортируйся, говорит, артефакс нейтронный. Нет, не надо. Артефакс понимает. 10 тысяч уже щита. Снайперы. Артефакс понимает, что если нейтрон умрет от телепорта неаккуратного, то, соответственно, правая команда, кажется, плохой ситуацией. Не, не надо. Не телепортируйся, пожалуйста. А что там нейтрон? Так, артефакс построил. Экспериментал. Нейтрон. Это все еще телепорт. Да, все еще телепорт лазера, пока он не начал делать. У Бирюзова. У Паук. Паук пошел. От Паука отбиться можно. Есть там реважеры каким-то. Даже можно командирма отбиться, используя овчач. Овчач. Оранжевый вот здесь стоит. Но, правда, у него маловато здоровья. Но, более-менее. Скаут и нюху, говорит артефакс. Но нюхи нет. Нюхи, как мы видим, нету. Сида. Хотя она бы ему сейчас, конечно, пригодилась. Но артефакс имеет в виду, что, типа, за скаут. Есть ли нюху вообще? Пока что нет. Как там Сид? Видит ли он? Он не видит. О, он сейчас видит. Вот сейчас должен был заметить. Очень долго держался Вижен на Пауке. Но, может быть, не обратил внимания. Хотя, хотя должен был ставиться отметка. Ага, ставится отметка вот уже на эти войска. Это опять проблема. Правый фланг опять превращается в проблему. Один сербер помирает. К сожалению, он не сможет отбиться. Всего лишь одна Т-2. Ладно, две Т-2 ракетницы. Мало-мало Т-1 бомбера. Металбрута высылает, так сказать, на шару. Хотя бы попробует сжечь снайпера. И даже прожигает его хорошо. Но не до конца. Четыре снайпера уже здесь красных. Еще один бомбер. Но уже кидает не туда. Снайпер все так же жив. Двадцать, шестнадцать. Шестнадцать. Здоровье из пятиста. Тридцать два. Это нет, извините. Три и два процента. Три цена к двадцатого процента здоровья у него остается. Еще три. Один бомбера он оставляет. Точнее, высылает. Говорит, ну хотя бы сейчас. Снайперов надо избавиться. Настали они меня. Двоих забирает. Медленно они кринятся. Или кринятся. Я думал кринятся. Но, наверное, правильно кринятся сказать. Не знаю. Сам металл брут. Здоровья у него много. Десять тысяч на щите. Т-2 артиллер строит. Как раз таки против снайпера. Т-2 пушки есть. Под щитом нормально. Если сюда пойдет спам. Или Т-2 некая атакующая. То более-менее отобьется. Я думаю. Блин, царь правда летит. Вот то, что царь летит. Это уже trouble. Это уже unpleasant. Unpleasant. Это имеет в виду такое слово. Есть pleasant. Это типа раб. Холоп. Мало ли кто. Ладно, ладно. Это я вас пытался обмануть. На самом деле peasant. Не, peasant. Это фазан, короче. Не то ножа. Ладно. Думал какие-то каламбуры построить. О-о-о. Смотрите, корсары. Корсаров тем временем. Сид-то накапливал много. Сейчас они свободно уничтожатого паука. Даст реклейма Сиду. Воздух. Воздух у него есть. Ой, у нейтроны весь воздух на базе. Запаздывает. Но царь подлетает. Правда, близко. Блин. Ладно, ладно. Он здесь расправляется. Расправляется более-менее. Царь подлетает. Прямо на розового. Прожигает его насквозь. Хотя щитов много. Щитов много. Но царя не сбивает. Здоровье царя нравится. Хотя щит у него сбился. Но больше энергии нет. Но царя не успеют убить. Даже если бы успели убить, он бы упал вниз. Все равно бы бруто уничтожил. Вот сейчас. Вот сейчас. Царя, кстати, сбили. Только сейчас успел Сид его сбить. И он накренился в сторону. Может быть, и была возможность там спасти как-то его. Но не успел. Чизас. Мейн говорит артефакт нейтрону. Видимо, нейтрон что? Имеется в виду то, что не защитил. И значит, смотри. Снайп корсарами. Снайп корсарами прямо на артефакса. Артефакт сейчас сдохнет. Не хватило корсаров. Нейтрон успел защитить. О май гад. Сид. Сид. Еще нужно корсарчиков. Сид теряет все. Потерял все. Почти убил артефакса. Макса. Ти-изас, мэн. Мейн. Где? Где? Макс ему все еще прикалывался. Максу все еще. Смотри, реплей. Там три командира. С самого начала. Там господи. Он все еще оправдывается на эту тему. Метал Бруто. Самый четкий, так сказать. Это. Помер. Смотри. Нейтрон. Нейтрон. Все еще. С лазером. Горбатый, правда. Сутулый. Сутулый. Как-то сутулит. Что-то как-то сколиоз. Или что? Реклеймит, по крайней мере. Красный реклеймит. Блин. Своего же царя. Не получит эту массу Сида. Блин. Атакуют здесь кирпичи. Там справа, снизу-то он уничтожил. Да. Он уничтожил паука. Но не собирает Сид этот реклейм. Блин. Кирпичей довольно много. Титаны с ними, конечно, ничего не сделают. Почти отходит. Вот из-за щита может комфортно расстреливать. Реведжеры стреляют по этим. Ох, да еще какие-то бомберы даже. Т-1 там что ли? Бомберы какие-то пролетают. А, Корсары, Корсары. Корсары у Сида есть. Может быть он опять с ними что-то попытается сделать. Намастить их нужное количество. И попасть на и перить этих игроков. Что там с ней трону? Будет ли он телепортироваться? Нет. Он, видимо, отказался все-таки от идеи телепорта. Это плоховато. Плоховато для Сида. Потому что Сиду как раз таки было бы хорошо. Посмотрите, сколько он масса вложил в эти пушки. Т-1. Т-2. Нейтрон бы здесь помер моментально. У Сид. Сид сам еще под щитом. И на нем персональный щит. Сид бы не умер. Сид бы нейтрона убил. Но нейтрон не стал телепортироваться. И Корсар Снайп не удался, к сожалению. Блин. Еще массит ли он Корсаров? Нет. Пока Сид отказался от этой идеи, строит... А, не-не-не, массит, массит, массит. Вон еще Корсары. Есть, есть, есть. Да. Пять штук уже. Мало. Мало. Шесть. Маловато. Блин. Если бы было больше, он бы убил тогда. Помните, он бы убил тогда того. Снайперы здесь еще больно. Больно жалят. Он на них выходит. Мега студик. И у этого студика 400 регена. У этого студика даже и ган усиленный. Легко избавляться от четырех снайперов. Они ему сделать ничего не могут. Абсолютно. Сейчас еще этих двоих заберут. Ну вот эти ослаждающие снайперы. Неприятная, конечно, штука. Неприятная. Ой, Корсар просто здесь сделает вираж. Падает, потому что, наверное, антиллер, что ли, Т3 здесь. Да. Скорпиончики. Вот они. Еще и две штуки. Три штуки. Конечно, Корсару там делать было нечего. Справа синий хотя бы дает время. Сиду. На. Передышку. Строит он толстяка. Ну хорошо, толстяка, по крайней мере, защитится от всего-сего. От всего-сего. И от всего-сего. Блин, синий построил еще эксперименталку. Сколько можно? И то-то. Ну и то-то довольно-таки далеко находится. Асина. Пока время есть. Ну, я имею в виду подготовиться. Ну, там еще толстяк. Толстяку, правда, надо отбиваться еще и от правого. И от верхнего. Большое количество кирпичей. От того большого количества избавились. Реклейма много. Оранжевый, правда, забирал бы это все. Но есть студик. 400 регена. Вот тот самый студик, который уничтожал снайперов красных. А Сида может и позабирать эту массу. Нормально. Правый качает уже. 1300 левый. 450. Мало. Мегалит. Приближается. Как там Сид вообще? В курсе? И что он написал? В курсе. В курсе. Спайдер. Это была старая отметка. Спайдер там уже нет. Он был уничтожен. Толстяк выезжает. Сейчас, соответственно, Сид из игры не выходит. То есть какой-то шанс он видит в этой игре. Хорошо. Ставится отметка на мегалита. Мега. Оранжевый только сейчас заметит. Я думаю, Сид уже знает. Куда пушится Тотой, говорит Синий. Да вперед, вперед. Вперед, пуши. Не ошибешься. Так, сам Максимум здесь стоит. Он уже сейчас попадет под обстрел мегалита. Кстати, у мегалита какой рейдж. Посмотрим и урон. Мастер Толст. 1600 рейтинга. Бьет мегалитом. 750 с каждой. 750. Но он стреляет 4 выстрела. Видите? 4 выстрела по 750. Это протонная... Протонная пушка какая-то. О, вот они, вот они накопленные Корсары. Отсюда. Пытаться... Ну что ж, ну у мегалиты, видите, 110 тысяч здоровья. Когда ты командира снайпишь, у которого 15 тысяч здоровья. И он стоит под щитом, у которого еще 12. Ну да, можно убить. И когда 110 тысяч... Конечно, еле-еле оно будет все сбиваться. Смотрите, Корсар успевает еще и Т-1 истребитель поуничтожать. Блин, правда много штурмовиков, потыльков, ионских, у красного. Ну, у ребят, у правой и верхней команды тупо много всего. Крайне много. Крайне. Кирпичей, конечно, от кирпичей он поизбавляется. Где там толстяк-то? Вот он, толстяк. У него уже 5 кинсов маловато. И такое ощущение, как будто он стреляет то ли не туда, то ли что, да? Две пушки только стоять. Видите, он так развернулся. Он так развернулся неправильно. Сид развернулся, что две пушки у него не стреляют. Они не могут стрелять, потому что... Фиг знает почему. Вот сейчас чуть-чуть подвился. Смотрите, чуть-чуть подвился. Пушка задернулась, но все равно не может стрелять. Видимо, чтобы не попадать в самого себя. Ну ладно, от кирпичей он избавится. Реклейма осталось много. Плюс еще реклейм от Мегалита. Но сможет ли Сид его забрать? Студик тот серый был еще? Остался или нет? Возможно, был и что же. Хотя у него регена было 400. Вот здесь два студика других. О май гад. Штурмейки дохнут. Пока что Сид отбивается. Рыжий остался в роли небольшого буфера. Первый размер буфера. В виде этого рыжего. И все. Не больше. Кому-то нравятся такие боли. Это норма. Это, так сказать, окей. Один Персиваль здесь отбивается за всех. Печально, ребят. Я думаю, что Сид, наверное, все. Он пытался... Корсар снайпы. Почти сработали. Телепорт нейтрона. Байта телепорт. Почти сработал. И в начале Каулус, когда отходил, почти отошел. И вот эти три почти. А, и, конечно же, АРО-24 голубого цвета почти не вышел из игры сам. Какахин. Если бы он не вышел, то тогда... Ну, я так полагаю, что все, эта ядерка уничтожит Сида сейчас. Хотя, может, у него антинюка есть. Блин, еще и мегалит подходит с пауком. Вот мегалит с пауком и святотой вместе. Этот триумвират эксперименталок уничтожит. Я так понимаю, все. Ядерка падает на Сида в слоумо. Это все. Я надеюсь, вам понравился этот мега-реплей. Дорогие зрители, вам здоровья, добра, любви и процветания. Максимус еще где-то здесь живых тусуется. Вот он. На него наступает мегалит и то-то. И там еще где-то паук. Максимус дрыгается. Умирать не хочет. Но придется. Спасибо за внимание. До свидания.